народ всем привет сегодня я покажу вам как подключить эту wi-fi камеру к компьютеру в предыдущем видео мы посмотрели как подключить ее к телефону когда сразу достали из коробки сделали минимальные настройки создали аккаунт добавили в него камеру как по wi-fi так и по ap а сегодня попробуем подключить и поуправлять ей с компьютера для чего это вообще нужно ну во первых иногда хочется глянуть на камеру из компа если нет допустим мобильник под рукой во вторых и это очень важный момент с приложения на компьютере с программы у камеры появляется гораздо больше настроек причем очень глубоких настроек как по самому видео яркости контрастности количество кадров по записи разные кодеки можно ставить также можно добавлять очень классные фишки такие как отправка письма на email со скриншотом при тревоге очень гибкая настройка тревоги или подключение к ftp серверу поэтому тоже будет отдельный видос все вот эти функции можно настраивать только с приложения на компьютере к сожалению в приложении на мобильном телефоне эти фишки недоступны поэтому подключение к компьютеру достаточно важная вещь в данной теме ну что поехали итак для того чтобы подключить нашу камеру к компьютеру нам потребуется программка программка называется cms скачать все можно с сайта поливижн для примера мы зайдем в google убиваем адресной строки скачать cms и сразу первая же строка 3w поливижн точка ру заходим сюда поливижн скорее всего к нибудь организация которая продает системы видеонаблюдения но нам интересно нам нужно только программка и как я понял здесь она бесплатная спускаемся вниз выбираем самую свежую версию жмем скачать все спокойно скачивается по размеру архив 24 мегабайт устанавливаем но у нас она уже установлена и открываем вот так выглядит сам функционал и экран этой программки можно подключать одну камеру или разбивать на 4 или чтобы она была по центру и здесь еще всякие разные короче куча 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 сюда можно подключать камер но у нас одна поэтому ставим одну и вот чтобы вам показать как все это дело работает вот подсоединена наша камера можно покрутить ptz по ней время отклика как вы видите дикое на каждое действие она отвечает наверно через секунды две три вот как то так программка достаточно простая и интуитивная сбоку у нас список наших камер по центру у нас сама камера снизу небольшая такая менюшка как чат здесь отображаются успешные или не успешные действия подключения или если оторвалась связь ptz это управление камерой цветность можно немножко поковырять здесь будут идти основные настройки здесь мы можем посмотреть наш видеоархив непосредственно самой камеры то есть выберем сортировку по имени поиск простите выберите устройство вот наше устройство с первым каналом поиск вот кое-какие видосы у нас на камере можно их сразу же посмотреть на можно и скачать в память компьютера подчеркну это видео которое у нас расположено на флешке самой камеры всякие опции самой программки да и все значит что нам нужно сделать чтобы добавить сюда камеру чтобы мы могли из этой программы смотреть в нашу камеру у нас есть два способа подключения первый способ это когда мы с камерой в одной сети по вай-фай или пола она неважно мы будем искать ее по айпи второй способ это когда мы хотим подключаться к нашей камере непосредственно через интернет то есть если мы с ней в разных сетях потому что если мы подключимся по айпи то взяв ноутбук уйти куда-нибудь подключившись там к другому интернету другой сети вы уже не сможете подключиться к своей камере у меня она же сейчас подключена через интернет значит что для этого нужно в левом диалоговом окне у нас будет отображаться список наших камер нам нужно нажать система и устройство изначально здесь будет пусто то есть вот это вот не будет будет просто надпись список нужно нажать на надпись список потом на область тем самым мы добавим область подключаемых нами камер взамен область добавление камеры даже не так добавление камеры по айпи ведь первый смаз мы посмотрим именно айпи окей теперь жмем сюда и нажимаем устройство и и вот наши способы добавления самой камеры по айпи по ddns он по rsp по клауду по облаку не по айпи опять же но в 6 серии у нас нет 6 серии и пи нас обычный айпи адрес и и жмем поиск мы с камерой в одной сети вот он нашел нашу камеру вводим от нее имя пользователя вводим пароль который мы задавали с вами в мобильном приложении когда подключали эту камеру ой надо сменить язык жмем окей и вот наша камера появилась в списке проверяем да мы успешно подключились все нормально и сразу время откликов стало гораздо лучше потому что не через интернет а в одной сети никаких тормозов абсолютно ну что и второй метод подключение непосредственно через интернет чтобы она работала так как она подключена у меня сейчас субтажа заходим в систему устройство список область назовем область добавление в интернете окей опять же устройство но здесь уже мы ставим галочку cloud чтобы добавить нашу камеру через интернет нам нужно знать cloud айди это айди камеры которые именно уникальный айди нашего устройства это айди мы можем найти на коробке в мобильном устройстве когда подключались уже к камеру через мобильник в мобильном приложении или в личном кабинете у нас в интернете непосредственно на сайте значит в мобильнике понятно как посмотреть покажу как найти его в интернете пока жмем отмену сворачиваем приложение и заходим в опер возвращаемся в гугл и напоминаю что у нас в камере стоит прошивка xmi именно в xmi мы создавали личный кабинет чтобы добавить туда нашу камеру когда делали личный кабинет аккаунт у себя в мобильнике выбиваем xmi вот официальный сайт xmi.net и заходим в свой личный кабинет вводим логин и пароль которые мы с вами делали у себя в мобильнике в мобильнике вот мы в личном кабинете имя пользователя диспетчер устройств и вот наши cloud id эти волшебные цифры мы их отсюда копируем возвращаемся в программку CMS жмем устройство подключение через облако вставляем наше ID напоминаю ID никому не давайте это очень важная цифра вводим пароль своей камеры и жмем окей в нашем случае пишет устройство уже существует потому что оно уже добавлено у вас же будет написано окей и точно так же к нему подключиться какие еще есть варианты кроме CMS производитель заявляет что можно подключиться к устройству непосредственно на сайте xmi.net но как ни странно у меня к сожалению не получилось куча косяков данный сайт должен поддерживать технологию актив x которая идет в интернет эксплорере технология небезопасная поэтому большинство от нее отказалось и в той же самой опере когда заходишь на сайт сверху написано скачать компоненты актив x мы их скачиваем устанавливаем заходим в свой личный кабинет вот отображается наша камера что она в сети что она онлайн нажимаем на нее и он пишет пожалуйста загрузите и установите плагин мы его загружаем устанавливаем но ничего не происходит каждый раз нажимая на камеру он точно так же пишет установите плагин и все подключиться не удается а если зайти через интернет explorer даже включать в нем все разрешения на компоненты актив x то в этой строке даже не появляется название нашей камеры даже не показывается онлайн или оффлайн в google chrome то же самое в mozilla честно не пробовал поэтому сайт может быть и работает может быть и можно так зайти но работает оно криво ничего не получается поэтому используем cms cms специализированная программа для этого она и предназначена вот как то так на этом все кому было полезно ставим лайки подписываемся на канал в следующем видео я буду показывать как настроить чтобы по тревоге к нам приходил на электронную почту скриншот и так же будем делать с вами ftp-сервер на который мы будем кидать отрезками видосы при опять же тревоге всем пока